От независимых от берега эстакад до зонирования по туристическим кластерам. В Самаре завершился основной этап открытого конкурса по созданию проекта пятой очереди набережной Волги. Свой вердикт вынесла компетентная жюри, в состав которого вошли известные российские архитекторы и скульпторы, члены Союза архитекторов России и Международной академии архитектуры, а также представители регионального правительства и администрации Самары. Большинством голосов первое место присудили творческой команде из Самары с проектом «Пять открытий». Мы предлагаем сделать гастрономический кластер. Дальше кластер созерцания, то есть это тот дикий берег, который был всегда закрыт в районе Гресс. Ближе к бассейне СХВС. Там предлагаем сделать именно общественное пространство, которое открыто на Волгу, спускается амфитеатром. Организаторы и члены жюри признаются, сделать выбор было непросто. С 12 сентября по 20 ноября прислано 30 работ из разных городов России. Своя изюминка есть в каждой. Осмотрели конкурсные работы председатель регионального правительства Виктор Кудряшов и глава Самары Елена Лапушкина. Это работа, которая позволяет сделать набережную, проектировать набережную действительно уникальной. Очевидно, что критериями для выбора победителя будет реализуемость проекта, оригинальность архитектурных решений. И, конечно, мнение людей здесь будет очень важно. Территория очень сложная сама по себе. Есть затапливаемые территории, есть территории, которые находятся в частной собственности. Мы должны учитывать интересы собственников, но, тем не менее, вписать их в тот дизайн-проект, который сейчас разрабатывается. Конкурс совершен, событие свершилось, итоги подведены, и мы знаем, кто стал лауреатом этого конкурса и какие основные идеи, скорее всего, будут воплощаться в жизнь. Дальнейшая работа предполагается, это уже конкретное проектирование, но, чтобы его начать, сейчас нужно решить главную задачу – подготовки технического задания того проекта, который пойдет в жизнь. Следующий этап – народное голосование. Оно продлится в течение двух недель. Увидеть работы и отдать голос за понравившийся проект можно будет на выставке в Доме архитектора и онлайн на сайте конкурса. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События.